Вообще, когда ты слышишь слово «добродетель», какие у тебя ассоциации возникают? Я столько раз в следующем летом вспоминала решение, которое было мной принято, чтобы даже близко не быть с этими ситуациями. Столько слов использовала, вокруг да около хожу, да? Да, такая женщина не хочет быть богиней. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал «Святые последние дни». Я Дмитрий Никифоров, это Ирина, моя супруга. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем серию наших видео про качества, которые мы можем себе развивать, чтобы больше быть похожими на Иисуса Христа. Мы уже записали веру, надежду, любовь. И сегодня у нас… Добродетель. Добродетель. Давайте поговорим о добродетели. Вообще, когда ты слышишь слово «добродетель», какие у тебя ассоциации возникают? Вообще, когда впервые я это слово услышала, мне казалось, ну, все просто. Это слово, состоящее из двух корней. Добро делать. Ну, это, наверное, о том, вот человек добродетельный – это тот, кто делает много добрых дел. Ну, как я была удивлена, когда я поняла, что это намного глубже, это слово. Значит, намного больше. И вот, кстати, я смотрел в словаре, если словарь открыть, здесь много разных интересных… Много, как назвать-то… Определений. Определений, да. Да, значений этого слова. И мне понравилось вот такое. Это свойство характера, определяющее постоянный нравственный образ действий человека. То есть это не просто мы что-то делаем, какое-то добро, да, но у нас характер определенный, который помогает нам быть постоянно нравственно чистыми. Да. То есть добродетель, она включает в себя чистоту и целомудрие. Угу. Такие очень важные качества. И она вообще, добродетель, начинается с наших мыслей, самых скровенных мыслей и наших желаний. Когда вот осознаешь это, насколько это масштабное такое значение это слово имеет, то хочется узнать про него немножечко больше. И, безусловно, говоря о Христе, он этим качеством обладал. И есть такие слова в Священном Писании, которые мне очень нравятся. «Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы ваши». Если я не переворола немножечко. Да, помыслы твои. Помыслы твои, да. И это некий такой призыв, такое пожелание, особенно вот для людей, которые на пути к самосовершенствованию, которые хотят быть лучше. Такой совет. «Пусть добродетель непрестанно украшает твои помыслы». То есть вот у нас наше сознание, наш ум — это как сцена некая. И на этой сцене всё время есть какое-то действие. Она не может быть пустой. И в моменты, когда мы подустали, нам очень важно вообще, каких актёров мы на эту сцену пускаем. И если прислушаться к совету, который нам дан в Священных Писании, где говорится, «Пусть добродетель беспрестанно украшает твои помыслы», то значит, что на нашей сцене, сцене нашего разума должны быть положительные герои, которые, возможно, постоянно находятся в таком духе радости, заботы, труда, становления лучше. А мне вот ещё нравится определение опять же в словаре. Обратимся. «Добродетель» с греческого «виртус». Или с латинского «виртус». И переводится как «деятельное добро». Фундаментальное моральное понятие, характеризующее готовность и способность личности сознательно и твёрдо следовать добру. Вот здесь говорится о том, что это способность личности сознательно и твёрдо следовать добру. И мне очень понравилось то, что ты сказала по поводу сцены, о том, что на ней может пребывать только один актёр. И наши мысли никто не может читать. Даже мы порой не можем разобраться в своих мыслях. Если просто сесть и начать медитировать, то первое время польются все мысли, которые только могут литься у тебя в голове. Как рой такой. Рой пчёл начнёт кружиться. И эти мысли, они приходят, уходят. И ты понимаешь, что ты их не контролируешь. Ты понимаешь, что они... Это очень сложно. То есть непонятно, откуда мысли приходят. Непонятно, куда они уходят. И на самом деле это такая вещь. Вот здесь говорится о том, что ты можешь приглашать хорошие мысли к себе, но плохие мысли всё равно будут к тебе без спроса приходить. И они приходят ко всем людям, а это не делает тебя плохим человеком. Дело в том, что ты с этими мыслями делаешь дальше. Приглашаешь ли ты их на чай? Давай с ними, начнёшь с ними светскую беседу. Да, есть касаемо того, что ты говоришь, такой пример. Однажды я обратилась с советом к человеку, который был моим наставником. Я была девушкой молодой. У меня тоже был такой вопрос, что вроде бы как я хочу быть хорошим человеком, а периодически у меня возникают какие-то мысли, особенно когда на стадии созревания гормоны, есть обвлечение к противоположному полу, есть любопытство какое-то для того, чтобы исследовать вот эту часть жизни. И я помню этот наставник, он мне сказал такую вещь, как раз таки, как ты сейчас говоришь. Епископ, да, твой был? Да, епископ. И он сказал мне, что наша голова, она как гнездо. Нет, подожди, он мне так сказал. На нашу голову порой могут садиться разные птицы, да? Это как наши мысли, которые приходят. То есть каким-то мыслям мы позволяем пребывать в нашей голове, а каких-то мы можем отмахнуться. И вот когда в наше сознание приходит мысль, к которой не должно быть места, мы понимаем, что не время ей быть, например, или она приведёт к чему-то нехорошему, да, то нам не стоит позволять этой птице в нашей голове вить гнездо. Вот так он выразился. То есть то, что она прилетела и села на твою голову, это ещё не так страшно. Вот что-то дальше будешь делать. Накакала тебе на голову. Да, отмахнёшься от неё. Как, кстати, да. И позволишь ей улететь. Либо вот реально она навьёт у тебя гнездо, там начнёт плодиться, да, там потомство водить. Это вот такой образный пример, касаемый как бы конкретно, например, наверное, закона целомудрия, потому что у всех, во всех нас есть природа и заложенное влечение к противоположному полу, да. И вот, например, на этапе, когда, да на любом этапе, я бы сказала, мы испытываем разные побуждения чувства, да. И этим чувствам есть место в определённых рамках, и нужно учиться этими чувствами управлять. Вот, и поэтому, прежде чем этим искусством мы будем иметь право пользоваться, да, этим благословениями. Столько слов использовала, вокруг да около хожу, да. Но, в сути, надеюсь, вы меня понимаете. Не хочется смущать никого, с одной стороны, хотя ничего смущающего тут нет. Вот, но мысли, которые неуместны, неуместны, нужно не давать им возможность свить на голове гнездо. Ну, и ещё я хотел бы добавить, что, опять же, в этих мыслях в самих по себе нет ничего плохого, да, то есть они приходят сами по себе, вернее, может быть, в мыслях и есть, но в тебе в самом, то есть эти мысли не делают тебя плохим человеком. Потому что люди, которые приходят к Богу, они понимают, что есть заповеди, которые нужно соблюдать, и когда они сталкиваются с тем, что эти мысли, они постоянно находятся рядом с ним где-то, да, то есть они могут принимать форму разного. Конечно, мы сейчас говорим про всякие похотливые желания, да, человеческие, чтобы, там, своими словами всё называть, да. И эти мысли, они к каждому человеку приходят. И дело в том, что Небесный Отец, Он хочет, чтобы мы были морально чистыми, Он хочет, чтобы мы были нравственно чистыми. А почему Он хочет, чтобы мы были морально чистыми, нравственно чистыми? Чтобы с нами мог пребывать Свой Дух. Потому что Святой Дух, Он не может пребывать в нечистых храмах, да, наши тела часто называются храмами. И Он хочет, чтобы мы были вдохновляемыми Святым Духом, чтобы мы были направляемы им, чтобы Он мог давать нам откровения. И для этого мы должны подготовиться, как бы, к тому, чтобы войти в храм, да, или к тому, чтобы наше тело было храмом. Потому что, когда человек получает храмовую рекомендацию, то он проходит собеседование с епископом, да, и он получает храмовую рекомендацию по результату этого собеседования. И один из вопросов, которые есть в храмовой рекомендации, это являешься ли ты нравственным человеком, да. Нарастанно чистым. Нарастанно чистым, да. То есть, я не помню, конкретно этот вопрос, как это звучит. Но суть такая, да, что каждый человек, он должен быть нравственно чистым для того, чтобы войти в храм. А что такое храм? Храм — это место, где мы на ступеньку выше к Небесному Отцу. Это как бы территориальный мир, да. Это более высокий мир, да, где мы поднимаемся чуть выше, и Бог спускается чуть ниже к нам, да. И мы встречаемся там, и с Ним начинаем взаимодействовать, да. Он может нам открыть какие-то вещи очень важные для нашей жизни. Поэтому нравственная чистота, она не просто какая-то хорошая идея, да, для того, чтобы нам обрести счастье. Такая теоретическая тема, которая недостижимая. Но на самом деле это необходимый шаг для того, чтобы приблизиться к чему-то божественному. И это не значит, что один раз ты стал нравственно чистым, и все ты больше никогда не будешь иметь никаких плохих мыслей и не будешь делать никаких плохих дел. Даже Христос, когда его сатана искушал, кто-то думает, что вот его искушал сатана, и больше он к нему не приходил, когда его Христос прогнал. На самом деле нет, сатана был всегда рядом с ним. Он всегда возвращается. Он всегда возвращается, и эти мысли всегда возвращаются. И тут важен процесс. Маленькими шагами делать важные вещи, чем единожды сделать что-то грандиозное и потом больше ничего не делать. Да, это такая труд или борьба длиною в жизнь. Ты когда говорил про храм, мне кажется, однажды я слышала про добродетель такое определение, что это золотой ключик к святости, золотой ключик к храму. Вот это качество добродетели. И получается, что люди, обладающие добродетелью, они обладают силой и даже говорят властью. Это придаёт им уверенности в себе. И я однажды услышала такую историю, она немножко связана с Великой Отечественной войной, когда брали в заложники людей. И был такой момент, когда в заложники было взято около 50 девушек. И фашисты, когда взяли этих девушек в заложники, они провели обследование этих девушек. Медосмотр такой врач сделал для них. И в результате этого медосмотра врач вышел и сказал такие вещи. Он сказал, что на тот момент Германия воевала с Советским Союзом. И он сделал такое заключение. Он сказал, что из 50 девушек все были непорочны. То есть они все были невинны. И такая статистика абсолютная присутствовала. И это дало ему основание заявить, что такое государство, такое общество не сломить. Что они будут до последнего стоять. У них очень сильная нравственная внутренняя сила. Я не знаю, насколько эта история достоверна. Возможно, это какой-то миф, в который мне хотелось бы верить. Распаганда. Представить. В Союзском Союзе не было секса. Если представить себе народ, который чтит невинность, чтит чистоту, хранит ее в святости, то, безусловно, если даже предположить, что это притча двух воюющих сторон. И когда противник, враг, делает вывод в том, что если они нравственно честны, если они добродетельны, то их не сломить, их не поработить, их не завоевать. Они очень сильны духом. Потому что противостоять вот этому, как ты говорил, влиянию очень тонкому такому, которое, в принципе, основано на наших инстинктах, обуздывать вот это, это нужно иметь очень большую силу. И это не сделать в одиночку, это нужно делать сообща с друг другом. Мне очень нравится, когда именно вот о мужчинах говорят, что они благодаря своему священству могут быть стражами добродетели, потому что женщины, их иногда называют слабым полом, сейчас это не очень такое, не очень приветствует такую формулировку, но, безусловно, в чём-то мы слабее. Этот факт нужно признать. И если говорить о том, на что способны мужчины, благодаря силе, которая им дана и природой, и Богом, они действительно могут быть некими такими стражами добродетели, теми, кто держит, что ли, под защитой вот эту вот невинность, чистоту. Безусловно, каждый отвечает за себя, но со стороны священства может очень много влияния в этом направлении быть положительного. Согласен? Да, безусловно. Я помню, что когда я был молодым человеком, то смотрел всякие вот такие фильмы, где показываются благородные черты мужчин, благородные черты женщин, тогда ещё это было на самом деле. Ну, я думаю, что и сейчас отчасти это приветствуется. То, что как характеризуется там рыцарь, допустим, как характеризуется человек, мужчина, которому хочется подражать. Это был человек, который был благородным в плане, что он никогда не обидится слабого и нуждающегося, и у него очень уважительное отношение к женщине. То есть он никогда её не обидит, никогда ей не воспользуется для того, чтобы удовлетворить свои какие-то физические потребности, но он сделает так, чтобы ей было комфортно, он сделает так, чтобы она была в безопасности, и если ему девушка нравится, то он сделает всё, чтобы она стала его женой. Чтобы не просто она довести её до такого состояния, чтобы можно было с ней заняться сексом, потом её бросить, как вот сейчас в современном мире это вообще порядки вещей, а совсем по-другому. То есть весь процесс вот этого ухаживания, он сводился в конце концов к тому, что они становились мужем и женой. И только после этого у них какие-то были физические отношения сексуальные. И меня всегда восхищали такие люди, на самом деле, которые могли донести вот это. Всё равно, что ты берёшь миску полную воды, и ты её несёшь на долгое какое-то расстояние. Твоя задача — её не расплескать. Потому что в конце концов ты можешь этой водой утолить свою жажду. Но если ты её расплескал, то как бы нечем тебе уже будет утолять свою жажду. Если ты выпил слишком рано, тебе не хватит, чтобы дойти до конца своего пути. И мне кажется, это хорошее сравнение, потому что мы все люди, мы все слабые. Но если есть вот эти высокие нравственные нормы, которые... Я говорю сейчас про мужчин, да? Которые помогают тебе идти по жизни, которые помогают тебе делать правильный выбор и помогают найти такую женщину, которая будет с такими же нравственными нормами, которая поможет тебе быть уверенным в себе. Потому что это очень сильно добавляет уверенности в себе. Потому что ты знаешь, что вы друг для друга созданы. Вы старались и стараетесь друг для друга себя хранить. И вы как единое целое. Это очень дорого. Мне кажется, это стоит всех богатств этого мира. Да. Как бы ты отреагировал на комментарии в плане добродетелей, что это вообще-то старомодно. Это все высокие нравственные нормы, но это уже не для 21 века. Да, да. Что касается старомодности, действительно, это имеет место быть. Люди считают, что эти принципы, они остались в прошлом, что сейчас у нас свободные отношения, что мы себя сейчас ничем не сковываем, что нет необходимости жить по такому старомодному образу жизни. Это масло масляное получилось. Но суть в том, что все мужчины хотят при этом, чтобы у ее женщины было как можно меньше партнеров, например, или чтобы вообще не было. А женщины тоже хотят быть единственными. Да. Но это невозможно. То есть с таким мышлением я хочу воспользоваться как можно большим количеством людей, чтобы получить опыт, чтобы еще что-то. Но при этом я хочу, чтобы у моего партнера, с которым я заключил брак, такого не было. Но человек, это работает в обе стороны. Человек-то тоже так же думает. И это так невозможно. То есть если ты хочешь найти человека, который будет разделять твои нравственные нормы, вернее, который будет удовлетворять твои нравственные нормы, ты сам должен жить такой жизнью, которая будет высоконравственной. Иначе человек просто не обратит на тебя внимания. Ну, конечно, есть шанс, но он намного ниже. Да. Ну, вот если бы я комментировала взгляд старомодности на добродетель, я бы сказала так, что мне вообще не страшно показаться старомодной, потому что в свое время, когда я проявляла идею того, что я бы хотела целомудрие свое приберечь, сохранить, это встречалось по-разному. Со стороны друзей и ребят. Но оглядываясь назад, я хочу сказать, что я ничуть не жалею, что получилось так, что я не разменивалась по мелочам. И очень важно, мне кажется, однажды мне был дан совет, мне было 13 лет тогда, когда я общалась с епископом, он вот у нас в церкви, епископ периодически молодежь вызывает на такое личное собеседование, в котором обсуждаются самые разные вопросы. И вот у нас как раз-таки было занятие по семинарии, епископ параллельно пришел и каждого выцеплял буквально на 15 минуток. Это было, помню, время весны, перед летними каникулами, мне всего 13 лет было тогда. И я такая, очень такая активная, позитивная, улыбчивая девушка. Я помню, что тогда с епископом мы о разном говорили, и вот в конце беседы он мне такой говорит, вот впереди грядут каникулы, ты поедешь отдыхать, наверное, куда-то на дачу, в деревню. И мы как-то подкрались к нему, с ним к теме целомудрия, он такой говорит, знаешь, что вот решения, связанные с этим законом, важно принимать не в момент, когда вот ты находишься в полумраке, с пассией, которая тебе безумно симпатична, и ты думаешь, ну как мне сейчас поступить? Вот мне сейчас как бы старомодной побыть, или как бы мне сейчас все же как бы поддаться вот этим желаниям и чувствам? Вот, и тогда казалось даже смешной мне, я думаю, ну как бы о чем речь? Мне 13 лет, все еще так далеко. Но руководители очень мудрые, они все делают в свое время, и я благодарна тем, кто именно под побуждению духовному действует. И я помню, что тогда с этим братом, с братом Фроловым, мы решили, он мне говорит, давай сейчас решим, что вот ты считаешь, что этот закон достоин того, чтобы следовать? Ты видишь в нем разумность, что он тебя защитит? Ты понимаешь, что это заповедь от Бога? Давай вот сейчас с тобой здесь решим, что ты всегда будешь следовать этому закону. И я думала, ну, я как бы вроде это уже решила автоматически, но тогда я столько раз следующим летом вспоминала решение, которое было мной принято, чтобы даже близко не быть с этими ситуациями, по мере моего взросления. И я очень благодарна. Поэтому советую и вам взять на заметку то, что решение следовать той или иной заповеди нужно принимать не в момент искушения, а в момент до, задолго до, да, и по возрасту, и по отдаленности от ситуации, что нужно решать до. Да, безусловно. Потому что когда придет искушение, решать уже будет поздно, потому что это будет очень сложно. Я помню, что у меня были очень высокие такие нормы, которые я себе поставил. Я решил, что я не буду целоваться до миссии. И у меня удавалось. Я на самом деле, на самом деле, мне кажется, слишком, конечно, высокие нормы, которые не особо нужны. Но то, что я понял, это то, что сатана, он не будет тебя сразу искушать, совершить какой-то грех. Он тебе не будет говорить поспи, переспи с ним или с ней. Он не будет так говорить. Он будет тебе постепенно, как тот верблюд, который сначала ноздри захотел засунуть в палатку. Пока ноздри получил засунуть, захотел голову засунуть в палатку. Пока голову получил, хотел передние ноги засунуть в палатку. А потом полностью вытолкнул человека из палатки, который его пустил. Вот сатана, он действует так же. То есть он берет наши высокие нравственные нормы, которые мы себе поставили, и постепенно сантиметр за сантиметром он начинает наши границы отодвигать. И он говорит, что вот это не так важно, вот это не очень важно, ну один раз ничего страшного. И в результате все твои стены, которые ты построил, они в конце концов рушатся, потому что ты отодвигаешь эту границу. Мне кажется, очень важно границы, которые ты поставил, во-первых, они должны быть реалистичными, не целоваться до миссии, это нереалистично, я считаю, потому что в этом вообще, во-первых, нет ничего плохого. То, что ты нашел девушку, которая тебе нравится, но если ты целуешься в 13 лет, и ты говоришь, что это моя девушка, которую я буду любить до конца своих дней, и вы с ней, допустим, год, два, три, четыре, то целовашки, они приведут к чему-то более серьезному. Поэтому нам говорят, не торопитесь в том, чтобы ходить на свидания в раннем возрасте, один на один. Ходите в группах, веселитесь, играйте, знакомьтесь, и так далее. Это в этом нет ничего плохого. Но когда вы ставите себя в таком раннем возрасте в такие рамки, где вы находитесь наедине, там, в темноте с кем-то, то есть велика, велика, на самом деле, вероятность того, что все ваши границы, все ваши стены, которые вы построили, они постепенно будут отодвинуты, и в конце концов вы от них вообще полностью откажетесь. Поэтому, как вот ты сказал, лучше не ставить себя в такую ситуацию, лучше не подходить к краю вот этой дороги, да, и не отодвигать, как вот, как-то говорилось там, два человека встретились, или три там человека встретились, и один говорит, я могу вот очень близко к краю дороги проехать прямо вот и не упаду, а второй говорит, да я вообще одним колесом могу над обрывом проехать и не упаду, а третий говорит, а я буду от этого держаться подальше лучше, чем не рисковать своей жизнью. И вот здесь, ну, то же самое, если мы хотим в конце концов устоять, а у многих людей, у них есть такое искреннее желание быть нравственно чистым, люди, которые верят в Бога, я имею в виду, то, если есть такое желание, то не стоит, как бы, заигрывать, выходить на территорию, в которой мы знаем, что у нас не будет сил, потому что силы продолжения рода, они самые сильные после желания сохранить свою жизнь, и это очень-очень-очень сильное. Да. Вот я хотела подвести, но знаешь, еще к какому вопросу? В случае, если добродетель по тем или иным причинам утрачена, вопрос, что может сделать каждый из нас, чтобы начать свое возвращение к добродетели? Как ты думаешь сама? Ну, конечно же, здесь уместно сказать о том, что нет такого, что вот все, добродетель однажды была мной утрачена, и я теперь человек розочка хрустальная разбита. Да, это как бы, к сожалению, может быть очень тяжелым грузом на сердце, но при этом мы знаем, что есть покаяние, есть послание надежды, любви, веры, и нужно понимать, что важно прощать не только других людей, но и самих себя, и здесь нужно обращаться именно к такому инструменту, как покаяние. Я думаю, и это не то, что вот какое-то бичевание или еще что-то, это возможность измениться к лучшему, возможность стать другим, возможность теперь, сейчас, с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня быть человеком добродетельным и быть человеком, который хочет быть уверенным в себе, сильным, да, и преисполненным чистоты. И, как говорит Небесный Отец в Священных Писаниях, что если даже ваши грехи багряные, да, как кровь, то я их как снег убелю. То есть все может быть оставлено в прошлом, позади, и, конечно же, в этом процессе сложно быть одному, поэтому нужен наставник, если вы верующий человек, да, там может быть епископ, нужен друг, близкий, и это возможно. Я знаю это на своем опыте, да, мы знаем это на своем опыте, есть вещи, которые, ошибки мы все их совершаем, и важно продолжать идти вперед, потому что темные силы, все, чего они хотят, чтобы когда мы споткнемся, чтобы вот у нас не было сил встать, чтобы мы лежали, жалели себя и думали о том, что ну все, как бы мы уже ни на что не способны, и место нам, какая там святость, кто я такой, вот, на самом деле эти все мысли, они идут не от света, они идут от тьмы, поэтому если вдруг вы находите себя в состоянии того, что это все только эти разговоры о добродетели, душ тяжелят, и вообще просто нужно составить для себя план, какой-то определенный действий, конкретный, прям прописать его, да, и действовать, действовать просто вот очень даже уверенно, и все пройдет. Еще хотела добавить про то, что мы не одни, да, что вот нам нужно найти наставника, это все-таки тоже замечательно, но мне очень понравилось, я слушал один подкаст, где говорилось про собеседование для получения храма рекомендации, вот как мы говорили, и последний вопрос там на получение храма рекомендации, считаешь ли ты себя достойным, да, чтобы войти в храм, и рассказывал один носитель священства, который служил в президентстве Кола, он говорит, что эта женщина одна к нему пришла, и на этот вопрос, она на все вопросы ответила, а на этот вопрос она сказала, я достойна? Нет, я не считаю себя достойной, и президент Кола такой, окей, ну ты же положительно ответил на все вопросы до этого, почему ты вдруг решила, что ты недостойна? Он говорит, ну послушай, я хотел, ты не переживай, я считаю себя, я считаю, что Христос достоин, а я с Христом, значит и я достойный, мы вместе достойны, и мне кажется, это такая мысль замечательная, что на самом деле сами по себе мы очень слабые, сами по себе мы не можем преодолеть все, все, что на нас наваливается, но и мы недостойны, и все, что бы мы ни сделали, мы все равно будем недостойны, но если мы с Христом, то мы вместе с Ним достойны, то есть Его чистота, Его искупление делают нас достойными, не мы сами себя делаем достойными, а Его чистота делается достойным, и Он просит нас, придите ко мне, да, все отруждающиеся, обремененные, я успокоил вас, дам вам силы, я буду вместе с вами, я помогу вам стать такими, какими, какой я сам, и эта мысль меня прямо греет душу, я верю, что Иван Иисус Христа, оно вот об этом, оно о том, что мы какими бы слабыми ни были, какие бы ошибки мы ни совершали, в конце концов, если у нас есть желание прийти ко Христу и усовершенствоваться в Нем, то вместе с Ним мы сможем все преодолеть, мы сможем быть теми леди и рыцарями, которые хранят себя друг для друга, которые соблюдают эти заповеди, которые Бог от них требует, и самое важное, что когда нас никто не видит, вот когда настоящий добродетель, она себя проявляет, когда тебя никто не видит, когда ты один, какие у тебя мысли, к чему ты стремишься, что ты делаешь? Да, говорят, что скажи мне, что ты делаешь, когда тебя никто не видит, и я скажу, кто ты. Да, нам всем важно помнить о том, что у нас есть божественная природа, мы дочери и сыновья Бога, да, и его потенциал он огромен, и мне лично кажется, что добродетель, она приносит великую истинную радость, вот такую, потому что кому-то может показаться, почему старомодностью, это еще так немного тень передает этому очень важному качеству, что якобы, ну, это скучно, но на самом деле мы же все ищем счастье, мы ищем радости, и вот мне кажется, что это определяющее, одно из определяющих условий счастья и радости, добродетельная жизнь, и ты уже упоминал какие-то сюжеты из разных фильмов, да, я имею в виду там рыцари, да, вот такие звучали на слова, мне кажется, что в ситуациях, мне очень сильно восхищают такие ситуации, когда, например, мужчины, видя женщин, которые используют искусство соблазна, они прекрасно понимают, чем, да, сейчас эта женщина хочет играть с ним, они, имея вот какой-то такой внутренний стержень, могут это очень с таким терпением, не поддавшись, давая понятие, что эта женщина прекрасна, что нет, не нужно ей этого делать, это как бы порочит ее, и вот мне кажется, в таких... даже как она думает, да, что вот она только вот на это теперь способна, достойно, и вот это ее путь жизни, я лично восхищаюсь такими мужчинами, мне кажется, что он сразу такой супергерой, потому что он противостоит возможностям таким, да, вот сейчас он мог удовлетворить какие-то свои там потребности, а он не то, что не пользуется этой ситуацией, он дает ей понять, что она выше этого, что ей стоит уйти от идеи этим заниматься, попробовать делать что-то другое, и я обожаю такие фильмы, в которых этим женщинам удается услышать, почувствовать, понять, ухватиться за это и отвернуться от этого, изменить свою жизнь и больше не быть в состоянии таком. Ну и, кстати, когда Христос был на земле, он же проводил время часто с мытарями, с грешниками, и в том числе с женщинами легкого поведения, они приходили к нему, и они, видимо, чувствовали, что он не такой, как другие мужчины, что он не хочет ими воспользоваться, но он действительно помогает ему видеть себя совершенно другими людьми, увидеть себя детьми Бога, потенциально богинями. Какая женщина не хочет быть богиней? Мне кажется, любая женщина хочет, чтобы мужчина относился к ней как к богине, как к той, которая единственная для него. И когда Христос касается нас своей любовью, тогда мы начинаем видеть в себе огромный потенциал, мы начинаем видеть себя такими, какими мы можем стать. Никакие мы сейчас, да, мы, в принципе, и так неплохо себя умеем унизить и опустить и так далее. Но Христос помогает увидеть нас такими, кем мы можем стать, принимая нас такими, кем мы есть. Он не говорит о том, что, ну, я как бы знаю, кем ты можешь стать, и поэтому я там тебя, даю тебе скидку. Нет, он берет нас там, где мы есть, готов нас нести на руках, и несет нас совершенно в таком направлении, которое мы даже не могли себе представить. И это, конечно, стоит того, чтобы попробовать быть добродетельным, потому что цена, которую мы платим, она ничтожна по сравнению с тем, что мы получаем в конце концов. Да, ты когда говорил сейчас о примере Христа и его взаимодействии с разными людьми, в том числе с грешными людьми, я не знаю, стоит ли проговорить, вот у меня всплыло в сознании, два момента из Священных Писаний, когда Христос общался с мужчинами, и женщина одна пришла и начала ухаживать за Христом, то есть она мазала ему ноги маслом, и у нее не было никакой ткани, она начала своими волосами их вытирать, и плакала рядом, то есть она понимала, что кто он, и что он за человек, а люди шептались, они знали, что это за женщина, так как местность маленькая, и они говорили в сердцах своих и друг другу тихо, потому что знал бы, был бы он тем, кем он говорит, он бы знал, что за женщина прикасается к нему, вот, а он, понимая их, видя их сердца, обладая вот этим качеством проницательности, он наоборот сказал, что, знаете, я пришел к вам сюда, да, званный гость, вот, вы мне даже не предложили ноги помыть, а она слезами своими ноги мои омыла, и что из всего этого он дал им понять, что ну, мы все грешники в той или иной степени, и она приносила уже некие плоды в свое покаяние, очень смиренно себя вела, и другой момент, связанный с женщиной, которая была поймана в прелюбодеянии, да, и когда фарисей, которые желали улучить Христа, чтобы вот он, когда закон Моисеев очень строго приказывал расправиться с женщиной, с кем-либо пойманным в прелюбодеянии, и они спросили его, ну вот Христос, такую женщину надлежит побить камнями, и Христос, на мгновение задумавшись, а она лежала уже на земле, плакала, понимая, что ну все, ее жизнь окончена, он фарисеям же ответил, сказав, кто без греха, первый бросьте в ее камень, в ее камень, и мне этот момент очень сильно тоже касается моего сердца, потому что ну мы все несовершенные, и то, как Христос мог заступиться за человека, который на дне, скажем так, был пойман, в состоянии низком, в состоянии греха, вот, и он, когда все разошлись, потому что, естественно, у каждого был грех, мы все знаем, что мы грешники, да, вот за этот грех сейчас прям вот мы прилюдно побьем камнями, он сказал ей иди и больше не греши. Это, кстати, не значит, что он простил ей грехи, потому что некоторым он прощал грехи, но в данном случае он ей грехи не прощал, потому что он понимал, что процесс покаяния ее еще ожидает, что, возможно, скорее всего, со временем она, покаявшись, пришла к нему, и действительно, он смог ей уже простить грехи тогда, но любовь Спасителя, она не забирает от нас необходимость каяться, она не забирает у нас нашу часть, которую нам необходимо выполнить, она нас вдохновляет на то, чтобы это сделать, потому что, вот как ты говоришь, любовь, она на самом деле, часто мне говоришь, что любовь, она на самом деле может взлечивать, да, она может, это как вот, как мазь какая-то, да, которую нам нужно намазать на нашу рану, Но сама мась сама по себе, без наших усилий, она не сделает свое дело. То есть иногда эту мась нужно смыть, обработать опять рану, прочистить. Нужно стараться не раздражать эту болячку, чтобы она быстрее зажила. То есть многие вещи нужно делать все равно, но мась, она все равно делает свою работу, и рана потихонечку начинает заживать. Но процесс покаяния, он именно такой, что мы должны следить за этой раной, мы должны заботиться о ней, мы не должны ее опять раздражать, говоря, что «А, да что там такое, не работает все это». Потому что говорить, что мась не работает, и отдирать вот эту болячку, конечно, никогда не залечится эта рана, если мы будем постоянно ее тревожить. Поэтому нам нужно дать спокойно этой ранее самой зажить. То есть у нас бывают духовные такие раны, которые мы постоянно теребим, говоря, что «Да мы, ничего у нас не получится, Бог нас не любит, Он нам не поможет, потому что рана наша духовная не заживает сразу». Мы же хотим сразу, чтобы все зажило. Сегодня я помолился, а завтра я уже не чувствую вины, и завтра у меня уже нет желания больше творить зло, что я изменился. Это, как вот говорится в Священном Писании, что мы должны родиться заново. Мы должны родиться заново. У нас есть новое сердце, плотяное, а не каменное. И никто не говорит в Священном Писании, что это должно произойти в мгновение ока, что это должно произойти вот так, вот по щелчку пальца. На самом деле в Священном Писании говорится про перемены такие мгновенные, их по пальцам можно пересчитать. Но большинство перемен, они происходят постепенно. Они происходят, когда мы, несмотря на то, что у нас не получается, всё равно встаём и идём. Мы падаем, мы всё равно встаём и идём. И вот это постоянство, оно на самом деле творит чудеса, и в конце концов наше сердце действительно превращается в плотиное. Потому что мы молимся об этом, потому что мы стремимся и не останавливаемся. Да. Ну, говоря о чистоте, мы сейчас очень много говорим о том, что связано с законом целомудрия. Но чистота мыслей, она может быть ещё связана с тем, что ты находишься, например, в состоянии зависти, или ты находишься в состоянии… То есть это же не чистота мыслей. Ты, например, устраиваешь какие-то планы мести. То есть это всё не чистота мыслей. И что помогает людям, в принципе, поддерживать свои мысли в чистоте? Мы сейчас говорили много о покаянии, но есть ещё какие-то инструменты, которые мы используем. Что нам конкретно помогает? Ну вот если говорить о чистоте мыслей, то, как ты говорила, мысль, она занимает твою сцену в твоей голове, в твоём сердце. И мы знаем из исследований современных, что невозможно просто взять какую-то привычку и отбросить от себя, просто забыть и уничтожить. Это не получается. То есть наш организм, он устроен таким образом, что он создаёт связи. В нашем мозгу мы создаём нейронные связи. И если ты чем-то занимаешься определённым, чем дольше ты этим занимаешься, тем сильнее у тебя в голове эти связи. И наш мозг, он пытается всё автоматизировать. И в конце концов, как бы, то, чем мы занимаемся, тем мы и в конце концов становимся. Теми мы и становимся. Мне очень понравилось выступление Эдитера Удрофа на одной из генеральных конференций. Он говорил, что для того, чтобы вам изменить вашу жизнь, вам нужно изменить ваш день. Чтобы изменить ваш день, вам нужно изменить час. Чтобы изменить ваш час, вам нужно изменить сейчас. То, что вы делаете сейчас. То есть вам не нужно думать о том, что вам нужно менять свою жизнь, потому что это слишком глобально. Но то, что я сейчас делаю, я могу контролировать, я могу изменить и соответственно чем ты наполняешь сейчас свою жизнь этот момент в котором ты сейчас находишься до чем наполняешь задавайся такой вопрос если ты заполнил пол наполняешь свою жизнь чем-то вдохновляющим чем-то полезным чем-то духовным то в конце концов если ты это делаешь на постоянной основе долгое время то в твоей голове будут эти мысли постоянно крутиться это как вот тик ток работает шорсы инстаграм эти короткие видео они очень интересно устроены то есть как только ты зависаешь на несколько секунд таком-то видео алгоритм видишь что она тебе интересно и следующее видео скорее всего будет похоже и чем дольше ты смотришь какую-то тему тем больше он тебе начинает посылать таких рекомендаций так работает наш мозг дать то есть и так устроены эти алгоритмы поэтому они такие вызывают такую зависимость потому что тебе он как он как такой навигатор что тебе интересно он тебе то и присылает и поэтому очень важно свою жизнь наполнять именно тем чем ты хочешь в конце концов кем ты хочешь в конце концов быть если ты хочешь быть благородным человеком до у которого хорошие светлые чистые мысли наполняй свою жизнь этим сейчас выбирай книжки которые ты читаешь если ты вообще читаешь фильмы которые ты смотришь видео которые ты смотришь где ты зависаешь какие вот эти шорты ты смотришь посмотри какие рекомендации какой контент тебе предлагает твой телефон да потому что в конце концов то что ты потребляешь в конце концов тем ты становишься это вот такой общий принцип ты выдал потому что я думала о каких-то конкретных таких пунктах которые можно было озвучить да если мы говорим о том чем можно наполнять наше сознание мы можем читать священное писание можем смотреть вдохновляющее видео да мы вот уже говорили здесь о классном проекте это chosen избранные да которые можно было сейчас как раз таки в рождественскую пору про иисуса христа пересмотреть очень интересные видео сюжеты современные про иисуса христа потом можно говорить о духовном можно делать такие проекты как мы с димой делаем я обожаю то что мы делаем потому что это время я могу слышать своего близкого человека в его мысли о том что также важны и мне и сама озвучивать их для вас возможно для кого-то это тоже каким-то вдохновением служит что еще мы можем делать да можем молиться я например лично пишу дневник но еще одна вещь которая лично мне помогает это то что я планирую свое время то есть если мое время не имеет никакого плана то велика вероятность что она будет потрачена впустую и вообще могу оказаться там в своем сознании своих делах где я вообще не хотела быть да или же так поэтому важно для меня лично придавать какую-то такую структуру дням да вот как ты говорил что начните там да какой ваш день каков ваш час и как бы развивайте в себе дисциплину да если вы решили что вы там читаете какие-то книги читайте их доводите начаты до конца если достойно того да да поэтому все эти вещи они подчищают да наше сознание не давая месту место ничему такому там разжиться и это конечно все очень здорово но отдельно все же мне кажется нужно устроить серию видео с этой темой связанной да говоря еще о целомудрии просто сейчас даже у психологов есть такие некоторые советы да и юмор на этот счет есть что в принципе измены сейчас уже изжили себя как таковые потому что сейчас у каждого есть телефон у каждого есть возможность уединиться и там у тебя в доступе на разный вкус и цвет кто хочет типа зачем эти изменять ставить под удар свою семью репутацию там еще что-то вот ты можешь как бы просто удовлетворить свои потребности желания фантазиями и как бы вот так вот экраном каким-то да ты находишься находишься буквально два клика от просто немыслимого количества контента да но тут важно знать такие вещи я помню нас нашел такой издимый проект который мы очень желаем поддержать и возможно нашей деятельностью если будет отклик на эту тему он к сожалению не русскоязычный порн киллзлав порнография убивает любовь и многие не задумываются об этом то что в нашем сердце когда мы прибегаем к порнографии умирает любовь умирает что-то бесценное мы говорили о любви с вами да чистейшая любовь христова это что-то что если у вас этого нет чтобы у вас ни было вы пусты и вы ощущаете такую пустоту да и это важно для себя озвучить что порнография она вас убивает любовь и важно понимать что люди которые задействованы да во всем этом деле многие конечно это делать может и по собственному желанию некоторые не по собственному получается что когда используется этот контент людям которые стоят за его созданием они поддерживаются они получают финансирование и это огромные деньги да и это направление но разрастается спрос есть и вот она все зиждется и используется поэтому это еще один способ побороть зло не пользоваться этим вообще и помогать другим этого избегать вот и это конечно же обман когда психолог да вам скажет что ну как бы да не хватает вам там жена беременна да допустим у вас нет возможности близостями да ну как бы ну что вы не понимаете что ли мастурбацию никто не отменял да вот вам туалет закрылись и с телефончиком сидите да и то же самое про женщин надо сказать потому что вот там мужья уезжают потому что здесь не одной стороны медаль здесь я вам скажу что она двух сторон медаль и женщины мужчины одинаковое послание и тем и другим что на самом деле все начинается с уровня мыслей и это все если изучать эту тему она очень очень раскручена сейчас популярно мне кажется нам стоит даже отдельно может быть на эти темы сделать какие-нибудь подкасты и видео чтобы углубиться в них потому что это все самообман если думать что вот это я делаю тогда когда никто не видит и это никак не влияет ни на что я не ставлю под риск ничто но факт остается фактом это убивает любовь но не только любовь это на самом деле убивает чувство собственного достоинства и уверенность в себе и добродетель да добродетель потому что потому что в конце концов когда когда мы разжигаем свою похоть а это похоть на самом деле да то наш наши даже физически организм меняется он не рассчитан на такую огромную стимуляцию вот этих вот гормонов которые у нас выплескиваются в реальной жизни этого нет то есть и в результате ты постепенно притупляется твои эти чувства потому что они не могут находиться на вот таком пике постоянно и в результате себя реальные люди уже не привлекают тебя реальные люди уже там физические нет вот этой вот при привлекательности и привязанности к другим людям и и люди которые постоянно потребляют в огромном количестве порнографией они просто не в состоянии создавать отношения да они не в состоянии эти взаимоотношения поддерживать инесто они прощать несовершенство человека потому что там хотят показать что человек совершенен на самом деле совершенных людей не бывает и мы все несовершенны и при этом любовь она намного выше намного красивее намного привлекательнее чем 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 это потому что она не связана со стыдом не связано с низким низкой самооценкой и неуверенностью в себе а наоборот она объединяет она дает уверенность в себе и она спокойная чистая такая радость которая которой нет чувства вины и это на самом деле такое огромное благословение потому что люди которые живут в постоянной вине о том что они делают что-то не так но это ужасно состояние сжигает тебя изнутри это состояние что ты делаешь что-то не так что тебе нужно скрыть свои грехи и тебе нужно обмануть тебе нужно придумать что-то почему-то не пришел сегодня домой или при почему-то не лег сегодня спать там почему-то в туалете по два часа по три часа находишься и так далее то есть этого всего тебе не нужно не боишься что тебя раскроют. Ты на самом деле живёшь спокойной такой жизнью, радостной, уверенной, что ты верен своей супруге, своему мужу, самому себе и Богу. И это чувство, оно на самом деле драгоценнее жемчугов и всякого золота. Да, я совершенно с тобой согласна. Есть жуткий сериал. Одна из серий посвящена немножко этому. Называется «Чёрное зеркало». Наши телефоны, они такие чёрные. Ой, наверное, не стоит об этом сериале слишком жёстким. Да? Я просто, честно говоря, не помню, о чём. Одну часть, я его не смотрела, весь одну часть я видела, посвящённую тому, что просто сама идея названия того, что это «Чёрное зеркало», да, мы можем видеть наше отражение в наших телефонах, что мы в них там делаем. Даже сама идея названия этого сериала, что оно отражает вот эти наши телефончики, наше сознание. Поэтому пусть в наших телефонах будет чистенько всё. вероятность того, что там, если там будет всё чистенько, то, может быть, это поможет быть чистым и нашим сознанием, и нашим головам. Вот. Поэтому давайте расти вместе, давайте делать этот мир прекраснее. Пусть будет место счастливым людям. Пусть наши мальчики, наши сыновья будут, если однажды смотреть это видео, стражами добродетели, и тогда мы будем восхищаться ими всю вечность, и наша дочечка тоже будет хранить свой добродетель, и ничем её не будет пятнать. Это драгоценность, это богатство, это стоит труда. Интересно, что в продолжении этого стиха, с которого ты начала, пусть добродетели беспрестанно украшают помыслы твои, тогда учения священствия и зальются на тебя, как роса с неба. И тайны небес будут открыты тебе. Да, то есть на самом деле с добродетелем связаны огромные сокровища знаний, которые от нас скрыты, только потому, что мы недостойны их пока что. Но это не значит, что мы не будем достойны, если будем к этому стремиться. Потому что сейчас в современном мире мы очень нуждаемся в этой поддержке небес, чтобы нас бог ввел, чтобы он нам показывал истинные, истинные, где ложь, чтобы нас невозможно было запутать, чтобы нас невозможно было совратить никакими способами, чтобы мы могли быть сильными во всех аспектах нашей жизни. И я знаю, что у нас получится. Да. Будем вместе. Ну вот, увидимся в следующий раз. Пока-пока. До встречи. Пока-пока.